но вот а где где это определение дороги в данном случае для каждого человека в дороге михаэля цина вот я могу если вы меня спросите что я как я я могу изложить в трех допустим словах свою позицию по поводу того я ее предлагаю люди говорят да я говорю слава богу если они говорят нет я говорю слава богу это ваш выбор как тот товарищ араб который по сути оказывается готов пожертвовать своими какими-то фундаментами веры ради того чтобы у меня есть чем готовы пожертвовать что наоборот я ничем не готов жертвовать все жертвы уже принесены зачем мне жертвовать я просто предлагаю кто я могу изложить буквально в три минуты основа моей веры я верю чуть грешен ну любой человека себе можно сказать даже по его собственным стандартам понимаете философы давным-давно заметили одну очень поразительную вещь что во всех абсолютно религиях и философских системах существует понятие добра и зла вдумайтесь бывают философские системы которые называют злом то что другая философская система называет добром наоборот так тоже бывает но и те и другие пришли к почему-то категориям добра и зла что совершенно не является очевидным да постмодернизм отрицает добро и зло как таковые и говорят все то что необходимо тебе сейчас субъективные теперь во все основные философские фундаментальные философские понятия религиозные они снова 5 добра и зла то есть возникла какая-то внутренняя необходимость разделения не просто по принципу горячо холодно большой маленький красный зеленый это как бы объективные вещи но по поводу добра и зла добро и зло объективно не существует в мире вот вы его не увидите ни на дереве ни на стене что такое добро и зло это понятие которое надо было или выдумать или надо было их принять от господа бога это и существует то то есть хотя объективных объективных показаний для их существования нету это вымышленные в хорошем смысле снова категории людьми для какого-то внутреннего процесса который совершенно не очевиден любой человек даже с любыми критериями даже с отсутствием критерий представьте себе что у человека нет непонятия на добро и зло а тем временем время на время услышит укор совести который будет противоречить в избранной им системе отсутствие добра и зла то есть любой человек несовершенен по отношению к своей собственной системе отсюда есть некий аризон некая противоречия или разность температур которая дает в общем-то всем движение мои кронотемона или как бы фундаменты моей веры состоят очень простые человек грешен бог безгрешен 99 процентов всех религий которые говорят о боге они с этим согласятся разные понятия грека разные понятия если бог есть абсолют есть есть человек который человек нет бог да вот и все существует внутренняя необходимость восстановления озорванных связей или установления если некоторые лиги не верят в первородный грех допустим я верю что это возможно сделать только свыше потому что человек находится никто не может помочь это сделать потому как я нахожусь в грехе все остальные вокруг меня находится грехи синдром барона мюнхаузен не работает за достать согласие невозможно значит объективно должен стать кто-то внешне кто-то может сделать кроме меня объективно могут считать только бог ну то есть как бы я и люди и внешняя некая сила которая есть бог который по определению трансцендентен бог же для того чтобы каким-то образом вытащить меня из ситуации в которой он круиз нужно некое боговоплощение но обязательно безгрешная и вот это иисус да и шо который приходит и меня и вытаскивать за эту ситуацию дальше если он меня вытащил я не могу ему не быть благодарным я не могу ему не быть благодарным если они патологические уроды но патологический урод никогда не примет этого да он будет сопротивляться окей а что мне быть все обязательно и буду благодарен отсюда моя вера по делам вера по делам иудаизм очень как бы религия делал и потому что я делаю чтобы меня вытащили а потому что я не могу не делать после того как меня вытащили я просто благодарен за вот это воссоединение и радость от этой жизни она выражается в моих делах вот вот собственно все все вот это и есть с моей точки зрения альф и таф альфа и амега одна обочина и другая все более-менее знаете на обочинах есть съезды и разъезды но вот нету вот стен стен бился как по траку нету вот это вот как бы да пожалуйста ходи путь узкий но путь узкий не потому что он узкий просто мы большие чем больше мы унижаемся или сжимаемся тем шире для нас этот путь вот собственно все так ивейские модельцы считают но вот даже в этой фразе уже мы видим два момента которых здесь у меня даже вопросы выписаны актуальные дискуссионные хорошо бог мы говорим да мы признаем бог некий трансцендентный бог а он личность или сила я не знаю я не понимаю вашего то есть является ли это непосредственная личность хотя конечно как мы можем говорить я не понимаю вашего вопроса я не понимаю вашего вопроса или это абстрация нет нет понимаете вот как писание есть много слов нет ни одного из них без значения вот бог это личность я знаком с философскими и богословскими что это значит это может мне объяснить я серьезно говорю он личность что это значит в грядая личность что это значит это же богословский термин может нет в библии понимаете ну да есть мы мы к мы это это костыль очередной крючок у меня нет проблем с этим но выдавать этот костыль или этот протез за живорожденную ногу но по меньшей вере не корректно я не понимаю что значит личность три личности две личности четыре личности а вот мы кстати да смотрите это все наши попытки представить себе а а а прикладным образом бога который явил нам себя в отце в сыне и святой когда мне говорят бог есть отец сын и дух святой отец есть личность сын есть личность дух есть личность возможно я не знаю что значит личность по отношению к духу я искренне не понимаю я не готов даже спорить ну меня это не смущает и не не смущает ну вот есть бог отец сын и дух святой хорошо я понимаю нет не понимаю я не понимаю как телевизор работает даже его смотрю вот достаточно мне я не собираюсь давать какие-то объяснения ну простые такие параллели которые бросаются сразу обывателю в голову кто не сильно себя усложняет себе жизнь познанием глубин философии вот для него сразу такой личность это некое самосознание то есть вот я личность уже я себя вы серьезно считаете что боксом все такое сознание тоже процесс так ну да но это некий что-то некая не абстрактная сила вот мы говорим электричество хоть физики там пытаются сказать там направленное движение электроны а почему они что-то хашмаль это одно имя одного из имен ангелов в книге языки или вполне себе личность отметим что хашмальные влите это электричество для тех кто не знает смотрите смотрите вот вы говорите вот я попытаюсь вас не отлавливать на ваших не нормально нормально но но есть вот вы говорите это который осознает себя процесс осознания это процесс во времени бог бог вне время вне времени то есть мы что мы делаем занимаемся антропоморфизмами мы накладываем на бога наши ограниченные представления все что угодно было ничего не лезет это же наши попытки я же о том же самом представить себе более моделирование моделирование там модель нильсобора или майкла резерфорда а потом вдруг приходит дизельберг там потом платовая совершенно верно и и и вам надо иметь дело там я не знаю там черной материи или там дырами бенера базон хикса там открывать открывают понимаете и это такой же костыль и это такой же костыль попытки объяснить при помощи подручных средств при помощи молотка и и там я не знаю пары костырей и но мы должны отдавать себе отчет что вот так оно есть поэтому когда и расстраивался бог и разгневался бог или например самая лучшая иллюстрация иисус возрастал в знании да описание он да он не может возрастать возрастать значит что сегодня ты знаешь больше чем вчера вчера ты знал меньше чем вчера вчера твои знания были не абсолютными ну каждый же теперь более того попробуйте представить себе вот эту совмещенность все знания всемогущества бога духа и ограниченность по жизни человеку иисусу сразу стал заговорил на всех языках футбол играл лучше чем рональдо и и месси вместе взятые никогда не разбил ни одной тарелки и чуманная слушать ему сушки надо было он так знал что она ему скажет и знал что рода туалет никогда не ходил нет естественно поэтому ну что это ну поэтому вот идут все разговоры понимаете осознает личность себя с то что себя осознает это лишь а то что они осознают не личность тогда плод в утробе матери не личность потому что он себя не осознает или человек родишь и можно делать аборты а человек который родился без органов чувств или с мозгом без изверя такие есть очень человек он не личность можно убивать но целый ряд этических вопросов абсолютно я но это подошли к человеку даже неразрешаемые вопросы то есть понимаете а мы говорим о боге бог себя осознал это что ну да то есть тогда должна быть некая точка осознания которая быть вечной априори не может не может быть поэтому ну о чем мы говорим то есть получается мы подходим к другому известному анекдоту когда с похмелья мужик стоит перед зеркалом смотрит на свое отражение говорит мужик я тебя не знаю но я тебя побрею то есть мы получается ничего не знаем ни о чем позитивизм весь отрицаем но не весь почему не весь а почему весь опять-таки каждый человек волей-неволей он он в любом случае живет по неким позитивным установкам они есть вы можете говорить что я их не выбирал но они есть вашей жизни начиная от внутреннего самосохранения не стоит там под стрелой крана строящегося дома до там я не знаю одевать дождевик когда идет дождь и и и и не врать потому что ты знаешь по своем опыте что это отзовется есть страх божий каждый человек себе вырабатывать но делать на этом вы всеобъемлющие какие-то выводы космической тупости ну это зачем опять-таки расслабьтесь мои дорогие вот есть путь в котором иисус является или ешуа называйте как хотите является выходом из ситуации нашей внутренней борьбы мы его предлагаем лучшее что мы можем сделать в этой связи мы можем настаивать на своей правоте не ухищрениями богословского типа это бессмысленные штуки а на образе жизни которые мы ведем на мире которые у нас есть если мне скажут ну вот другие религии тоже предлагают мир хорошо идите попробуйте мы что думаем что мы мы в состоянии доказать что-то если бога можно было доказать иисуса вопрос веры бы отпал сам по себе нельзя доказать веру нельзя то есть это бы просто убила веру на корню совершенно это было бы веру на корню вера производит дела но не дела вместо веры вера а по доклад когда мы уже там можно сказать а но пока человек с той стороны он еще не с нами он не видит павел идет придет по дороге дома знает все что только можно узнать на тот момент но все говорили научились мгу гарвардский и оказалось что ничего никаких доводов нету все равно пока его не треснуло что называется по дороге вот этим вот откровением он все что он видел вот не имела него ну что ему можно было доказывать да он там павел и не знаю там учился у гамолила гамолил кстати занимался очень серьезно греческой философии даже борьба была в их школе и уж конечно занимался и павел знакомства с греческой философии здесь и там называет им он именно не называет но как бы он цитирует и что то есть у него была возможность и что и ничего он же встречался с христианами они называли себя христианами они наверняка ему объясняли в чем дело и что вот кто-хто упала же не поменялась теоретическая подготовка после откровения иисус он что вдруг закончил дамовскую теологическую семинарию ознакомился с трудами августина там ничего подобного с теми же самыми знаниями он развернулся он увидел то что он не видел раньше да то есть как бы вся апологетика то есть вопрос личного откровения абсолютно то есть какой-то момент он вдруг что-то его торкнуло как они там коснулась хорошо слава богу отчасти я думаю сыграла и он все стало на свои места когда он услышал он смог сравнить со всеми свидетельствами которые были свидетельствами их жизни но до той поры приехала ко мне как-то группа христиан из китая они один с тобой брат и говорит ну как же так вы евреи не понимаете это же так просто для апостола павла не было просто то есть вот он как бы ну поверьте знал не меньше вашего но уж точно и не было а для вас все просто ну хорошо кому просто слава богу что я могу сказать а кому не просто блаженный не ведь короче не знаю надо как бы расслабиться и не делать себе планов которые на перед нами задач которые на никто никогда и не давал чтобы должны их ставить что за самонадеянность и так вот такой простой вопрос от наших телезрителей а все-таки иисус бог но и еще раз я хочу сказать каждый вопрос имеет смысл если вы определите для себя понятие бог тогда вы сможете ответить кем является иисус бог это кто шива кришна семи руки и восьми полы это кто если вы давайте определить для себя в этом вопросе должно быть бог это кто творец вселенной да иисус присутствует при этом как это совместить три в одном не знаю понятия не имею как он предсущный предвечный понятия не имею по факту писание говорит о нем таким вот образом как это совместить с его отдельными рассказами не возрастание в мудрости выборы между добром и злом необходимость смерти который для меня не является самоочевидной это путь который избрал бог наверняка вас были возможны другие пути включая не дать возможность людям согрешить тогда не надо было бы отматывать эту историю обратно это все вопросы видите ли когда во второй главе деяния апостолов вдруг все принимают святого духа и начинают веровать вместе очень серьезные сомнения что они усвоили учебник по систематическому богословию милларда эриксона и думаю что никто о них из них вообще не имел ни малейшего понятия о всем том что сегодня составляет остов христианство является необходимыми достаточными требованиями для того чтобы человек признали христианином или мессианским или как угодно это все вопросы которые приходят в процессе осознание себя не бога процессе осознания себя и моих взаимоотношений с ним потом является ли они необходимыми для получения вот этого то что предложено богом пройдите ко мне все оттруждающиеся я не уверен или что эти вопросы которые вот чек себе задает вот ну хорошо вы студенчика вот вы хотите объявить его верующим или неверующим ты веришь что иисус есть был верю что-то вкладываешь в эти понятия понятия не имею или наоборот ты не веришь что иисус есть был не верю и что-то вкладываешь к лети что он не был к тому же самому результат они приходят к пониманию своей греховности они приходят понять заместительные жертвы и они приходят вот я уверен что произошло во второй главе деяния апостолов без дальнейших углублений в сферы христологии сатериологии и тем более сфатологии никто этого не знает неужели на самом деле не все ли здесь галилеяне что синоним не все ли здесь невежественные люди если невежественные люди но какие вопросы они записали как раз галиле все уверовали что вот моментально получили откровение разграничение функций троичности бога или что ну конечно нет у меня был один интересный разговор с ведущим профессором даласту богозловской семинарии и он так of the record что называется ну и что на самом деле веришь что вот они во второй главе деяния апостолов уверовали во все вот эти фундаментальные вещи без которых сегодня и христианином то христианина не назовут вот креста нет конечно нет поэтому я не знаю для меня эти вопросы они не возникнет у тех же спрашивающих наших честных мессиан у них не возникнет такой же вопрос если мы спросим на и вот тот самый всевышний который открылся маше как тетраграмматон там вот он бог ну конечно но тут не вопрос даже мы не будем а неополимая купина теофания господа бога когда он горит и не сгорают то есть материальный огонь это что это бог или это богоявление а или боговоплощение это как ну придумали несколько разных терминов типа богоявление и боговоплощение ну это же опять из из разряда человеческих ну да бог он не не возникает бог как творец а потому что кстати я не пытаюсь запутать ситуацию может ли бог все вот вопрос если бог может все известный схоластический но это как бы в первом приближении может создать господь камень которого не может поднять бы нет не может но я поставлю буш и вопрос может не бог создать что-то совершенное если может стать что-то совершенное он создаст еще одного бога а создание еще одного бога моментально уничтожит его уникальность его то есть как бы двух богов быть него отсюда вывод бог не может создать совершенный мир бог обязан исходя из своей мутерной сущности создать мир которым есть возможность зла почему зло тоже не вот куда это взялось ну да ну языки ля упала га он почему упал то есть сначала было все хорошо был бог ничего кроме бога вообще не было а потом откуда-то взялось зло из замкнутого пространства откуда и мы приходим к вопросу что оказывается бог со святым духом оказывается есть злой дух от господа который может искушать саула и вообще как бы без позволения господа бога ни один волос не упадет с головы и вообще его есть продукт спора между богом и дьяволами на самом деле что значит попускающая воля божья совершенная воля божья это для кого это для кого собственно говоря разговоры это это разговор в пользу бедных на самом деле если я вижу что ребенок хочет прыгнуть с окна а я не хочу этого но я попускаю ему я соучастник этого убийства ну точно так же здесь поэтому я предлагаю вот эти вот космологические вопросы они никуда не ведут они очень интересно порассуждать но происхождение добра происхождение зла ну или тьма отсутствие свет это хорошие знаете трюки для гомилетики вот типа рассказать про то каким образом вообще вот мы можем рассказать людям знаете как используйте любой политолог любой оратор от от кого угодно до кого угодно то есть получается мы приходим к формуле я не знаю но я верю у вера по определению незнания вера это нечто что производит твоей жизни изменения когда человек измеряет какой-то процесс гравитация гравитации не видно но он измеряет гравитацию бы прыгнет с десятого этажа убедиться что она действовала то есть по функциям которые производит гравитация в вашей жизни точно также вера наличие веры доказывается хотя я очень осторожно использовать термин доказывается обнаруживается по нашей жизни доказывать тут ничего не надо вот как бы наша жизнь есть проявление нашего знания о господи боге не случайно же слово адам познал его или познайте бога это практический термин который предполагает что ты должен как бы что-то с этим делать вот самом деле по плодам их узнаете их носит совершенно как бы просто да вот это то чем должен был занять человек вот обнаруживать жизни свои плоды слава богу алируя предложи это другим людям я есть путь истинную жизнь но предложи людям это ничего другого нету ничего другого нету никакого другого крючка или аттрактивности или притягательности если хотите не существует но мы знаем что много копий было сломано когда пытались составить некие символы веры в ранние эпохи рождения христианство или мессианство как мы бы его не назвали а есть такой символ веры михаэля от михаэля сына я пытался его изложить сейчас а так вот если по пунктам там вот как в символе веры апостольском я не знаю я еще раз я против любой систематизации это моя личная жизнь мой личный опыт хождения почти 30 лет господи боги я не знаю зачем это надо даже делать мы не знаем люби господа бога всем сердцем твоим всем достоянием с твоими не твори зла другим людям ну живи честной чистой жизни благодарить ну понимаете это функция моей благодарности за то что он со мной сделал не надо вот знаете как бы вот это таким образом делать из этого нечто такое духовное которое вообще непонятно что с ним делать но обыкновенное чувство чешской благодарности которые выражаются в моей жизни за то что он даровал мне надежду на вечную жизнь не очистил я знаю кем я был кем настал я знаю понимаете я знаю как это произошло мне никто не надо не доказывать я сам себе не судья в этом я понимаю доволен ли я служу нет недоволен знаю ли я свою знаю имею я надежду имею из это я ему благодарю вот мы символ веры ничего больше на самом деле не рисуюсь так получается и называть его можно как угодно а то мы вот бьем иногда друг другу духовные лица наши и ломаем копию некоторые говорят есть такое мнение что иисус это греческое божество мы верим в ушло там христос этим я вообще не занимаюсь и давайте как бы я вас очень прошу пожалуйста я знаю это зюс зерс типа я вас очень прошу и судя которым нечего делать вообще нечего делать и которые охоту на видим от васильков до корон до слов понимаете это такая ерунда и абракадабра называйте как хотите ну вот в той традиции называют так в этой традиции называют иначе ну и джон давайте поменяемся никто не важно не возражает против того что называют и иоанн айсус такое не называйте не а не называйте его не 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 называйте просто всеми еврейскими кстати говоря читайте все книжки точно так же или вы переводите текст или вы не переводите что вы занимаетесь клоуна бои мысли на русский язык через ну ну нету греческом языке буквы ш ну нету у них и скиния чего скиния слова используете ну смотрите шахина шесе то же самое суббота ну шесе шаббат я могу десяток слов еще привести да ну вот нету у них языке но отсюда пошло греческое иисус откуда пошел иисус русский ну и все то тут и что дальше это как правило делать люди которые не имеют отношения ни к ивриту не к библии нахватались где-то по верхам здесь и там и спорят ну можно спорить о чем угодно если жизнь на марсе типа ну иисус греческий пойдем тогда дальше ну вот тоже недавно дискутировали на тему мы не мессиане мы вернее мы не христиане мы мессианские евреи а вот это играет роль кто значит давайте пусть они поделят кто такие мессианские я вообще делаю мессианский иудаизм от еврейского христианства и каждый себе решит кто он есть выражу этот китаец китайский христианин этот испанских христианин этот еврейский христианин все живут сало с креветками в окей один по Kleinε по украински другой по песню по китайски другий по еврейски ну чем они отличаются друга но ничем биенский иудаизм это иудаизму а еврейского христианства это христианство иисус был июдеем искус не был христианина. Вот моей точки зрения. Я очень люблю евреев и христиан. К ним себя не отношу. Вообще никак. Поэтому о чем мы спорим? Вот здесь мужчина или женщина? Ну, мужчина хорошо. Женщина плохо. Нет, тоже хорошо. Но это женщина. Ну и хорошо. И пусть они вместе любят друг друга. Вот в чем самый главный вопрос, на что все акцентируют внимание. Так если верят не так, как я, значит не способствуются. Ну это ко мне отношения не имеют. Это уже типа делай как я, делай как мы, делай лучше. Кто не с нами, тот не с нами. Нет, как бы на самом деле знаете, Павел имел совесть говорить, подражайте мне, как я Христу. А мы говорим, подражайте мне точкой. Смотрите, еще раз. Ну было бы чересчур самонадеянно, с моей точки зрения, говорит, что вот теперь пролетарии духовного труда объединяйтесь, и вот теперь после вашей передачи, наконец-то мы ответим на все вопросы. Нет, я утверждаю, что необходимо наличие неразрешаемых вопросов в нашей среде, чтобы несмотря на наличие их могла проверяться наша вера, насколько мы умеем любить друг друга. Умение любить другого, который точно такой же, как ты, вообще не относится к разряду христианских добродетелей. С какой-то такой стати проще всего любить свое изображение в зеркало. А вот ты научись любить тех, кто мыслит, говорит и ощущает иначе от тебя. Вот это задача, а не задача привести в согласование все наши пардон, символы веры. Слово-то какое я придумал. Ну да. Люди трудились при тысячелетнем у нас. А мне нет проблем с этим. У меня есть огромное количество богословов, которые мои друзья, но я их сужу или не сужу. Не потому, что они наполовыдумывали. Ну хорошо я там, мало ли, какую литературу я читаю. Ну и люди упражняются себе. Отлично. А поговорить? А поговорить? Душа, это же замечательная вещь. Но я не сужу о них по их достижениям последним в области мессианской или христианской мысли. Это что такое? Систематизировано. Нет, совсем нет. Вот я вот человек по жизни. Сколько он смиренный человек, насколько он добрый, хороший, любвеобильный, гостеприимный, щедрый. И он ждать меня того же. Систематизировано.